Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с нашими друзьями Виктором и Линой погуляем по такому месту, которое называется Pleasure Point. Я даже не знаю, есть ли кто-нибудь на YouTube, кто воспел бы Pleasure Point так, как мы на нашем канале, потому что мы здесь бываем периодически. Это все, как бы часть Большого Санта-Круз. Здесь вы тоже видите много серфингистов. И день сегодня хороший. Так что вот здесь мы погуляем. Само название Pleasure Point, друзья, правда? Оно такое вдохновляющее. Вот лесенка, по ней серферы спускаются. А вот домик. Смотрите, как интересно люди живут. Вот такая жизнь. Как трудно жить. Вот тот же самый домик немножко с другой точки. Небольшой домик, небольшой. Вы можете сказать, что может быть вот в таком доме жить даже симпатичней. Вот в таком или там подальше вот стоит. Но я бы сказал, что с учетом того, сколько тут народу ходит, ни в том, ни в другом, мне кажется, радости особой нет. А в этом еще и смыть, может, или там, не знаю, какое-то такое чувство зыбкости присутствует. Ну вот это Pleasure Point. Вот мы начинаем наше путешествие. Вот так. Тут ходят такие довольные жизнью люди. Симпатичные. На велосипедах. И так ножками тоже ходят. Собачек много. Вот видите, тут и песочек есть, пляжик. То есть можно так просто полежать там на тряпочке, позагорать. Витрил сильный. Думаете, тот же самый дом, что я только что снимал? Нет. Это еще один. Но в таком же, в общем, довольно стрёмном положении. Такая дачная сыраюшечка. Тут все бетонировано. Какие-то совершенно очаровательные собачки. Такое ощущение, что они сошли с полочки магазина для деток, где продают всякие игрушки. Конечно, очень приятно смотреть на современную такую пляжную недвижимость. Хотя, я подозреваю, что внутри там тесненько. Вот у нас новая перспектива открывается на побережье. И вот там впереди много серфера. Смотрите, вот там. Я не говорю о тех, что тут слева. Их тут тоже какая-то группка небольшая присутствует. Но вот там дальше. Мы сейчас туда придем. Вот, а идем мы вот по такой красивой, симпатичной улице. И вот тут, сейчас я наведу, иногда оркестры играют. Как ты идешь, и вот прямо там сидят, оркестр стоит, оркестрик маленький. И играют люди. Я, друзья, показываю вам образчики пляжной архитектуры. Такое, смотрите, вот. Чего только нету на свете. Специально медленно кручусь, чтобы вы могли посмотреть. Все это смотрит окнами на океан. В красивом, можно сказать, эксклюзивном месте. Какие две очаровательные собаченцы. Ой-ой-ой. Какие ласточки. Сейчас мы их поближе снимем. Вот. Красавчики. А вот, друзья, такая прямо крепость небольшая в такой доме. Прямо крепостишка. Хорошо. А вот даже, смотрите, с огородом таким. Ну, относительно огородом, с цветочками. Так. Так. Вот что-то такое, очень каменистое. Тоже окнами на водичку прямо над, на утесе таком. Давайте посмотрим, как эта страшная штука устроена. Вот. Смотрите. Вот там вот такая красота. И сверху вот дом стоит. Вот я немножко отошел, чтобы вам лучше было видно. И сейчас я вправо покажу. Вправо тоже замечательная перспектива. Я стою прямо вот в основании лестницы, которая вниз туда идет. Вон ребята поднимаются. Там песочек. И вот так вот. Смотрите, сколько там народу собралось. Смотрите, какие соседствуют домики. Маленький такой совсем. И вот этот солидняк. Большой. Такой домик тянет миллиона на три, может быть, три с половиной. Вот тут побольше. А это маленький тоже. Но такое ощущение, что его обшили, что ли. Под брус. Не знаю. Сейчас посмотрим с другой стороны. Да, вот, пожалуйста, как избушечка. Такой домик. Мы идем вдоль разных авеню. Они по номерам. Вот сейчас 35-е. Мы начали на 41-й. И сейчас вот так движемся вдоль. А они направо уходят. Городские улицы. Если вы будете в Санта-Круз и захотите погулять по Леджер-Пойнт, вы езжайте в то место, где 41-я улица примыкает, ну, втыкается в океан. Вы по карте увидите. Она так номерами идет. 4, единичка, да? СТ, 41. И увидите, там есть парковочка. Если это день не выходной, там всегда есть место. Если день выходной, как сегодня, вот, воскресенье, ну, значит, вы немножко в стороне запаркуетесь. Или постоите 5 минут, 10 минут, место освободится. И вот так будете двигаться вдоль океанчика. И, можно сказать, enjoy it live. Вот улица номер 34. Давайте я вам покажу. Вот она так незатейливо уходит. Уходит, уходит. То есть, конечно, можно подъехать вот по такой улочке тоже, там где-нибудь встать. Но она почти как сельская. Видите, как выглядит? Вот такой вид у нее. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста, у нас указатели. Прямо так и написано. Pleasure Point. В этом месте мы, немножко погуляв, пришли в такую точку, где есть кафешка. Там народ на улице сидит, вот вы видите. И закусывает. Там, единственное, что пол мокрый. Потому что ребята прям в костюмах этих своих водоплавающих туда приходят. Пивка взять там или, не знаю, чем конкретно они. Разминаются по окончании. Ну и, естественно, туалет. Вот. И прям такая точка. Видите, написано. Pleasure Point. Поскольку океанский берег нам немножко недоступен сейчас стал. Мы так идем по этой улочке Pleasure Point. Видите, как народ изгаляется, чтобы только океан увидеть глазком-то. Вот мы идем по улице Pleasure Point. Она тихая, симпатичная. Но, как вы видите, на океан не выходит. А океан вот там. Вот, куда наша камера сейчас показывает. Вот за этими домами. Вот они как раз на океан-то и смотрят. А мы нет. О, какие симпатичные домики бывают. Вот он как раз смотрит на водичку. Вот с той стороны. А этот прям, как будто мы где-нибудь в Италии оказались. Такое ощущение, сейчас в погреб. Зайдешь, а там вина. Хорошие. В бочках. Или вот такой. Ну, скажите, что вы бы от такого отказались. Честное слово. Вот откажитесь от такого. А я на вас посмотрю. Ну. От любого из них. Вот откажитесь. А? Нет, друзья. Это не наш путь. Домики симпатичные. Все говорят, покажите современное. Ну, вот. Показываем, что есть. Но такое же тоже устареть не может. Кстати. Будем откровенны. Это не устаревает. А вон там, с флагом. Ага. С балкончиками. Хорошо. Мы подходим к интересному месту. Оно такое более-менее открытое здесь. С выходом к воде. И я надеюсь, мне удастся показать немножко фронтальную часть. Тех домов, которые мы обходили по этому Плэжер Пойнт. По улице Плэжер Пойнт. Вон там. Давайте. Я туда. Вы знаете, что интересно? К естественной вибрации там, которая есть от того, что кровь пульсирует там и так далее, в руке, добавляется ветер. Ветер сильный. И я надеюсь, что вам шум его не слышен, поскольку у меня микрофон закрыт кусочком искусственного меха. Ветер очень сильный сейчас. Очень. Но добавляет к тряске. Вот и камеру в руках трясет. И вот мы видим еще вот такое зрелище. Тут уже нет улицы. Видите? Узенькая полосочка вот эта. Хотя она так вдоль заборчика идет. Узенькая полосочка. И вот эти домики, которые там, они с двориком передним там и так далее. Дайте я попробую повыше немножко подойти, чтобы лучше было видно. Вот так. Вот. Смотрите, как хорошо. Все. Плэджер поинт. Конечно, плэджера может быть больше или меньше, в зависимости от того, какое вы имеете отношение к этому по всему. Вот этот бескрайний домину когда-то продали за 9 миллионов. Он недавно, на самом деле, относительно недавно продавался. И некоторые скажут, этот дом номер там 3030. А кто-то скажет, там живет грузин, которого зовут Зозо. Но это скорее все-таки номер дома. Мы возвращаемся назад потихоньку. И я хотел вам просто показать. Видите, вот идет тротуар. И он разделен как бы цветом на две части. Светленький и серенький. такой темненький. Темненький является собой фактически велосипедную дорожку. И в две стороны, да. Вот люди здесь должны ехать с тем, чтобы с пешеходами особо не конфликтовать. Вот так ребята готовят начинающих серферов. Девчонки. Вот. Вот такой мужик здоровенный. Хрупких девушек хочет. Там. Неизвестно чему. Ооо. И тут на самом деле неожиданно я вот тут за заборчиком увидел такую вот фактически доску мемориальную. Видите как? Да. А вот тут через дорогу смотрите, еще одна бригада. Мужская. Это мужская бригада. Вот они, видите, как их учат, как тут коленки согнуть. Вот. Так как я сказал. Да. Тут вот мы уже возвращаемся к парковке. И тут костюмчики продают. Мужик, который продает, говорит, это, говорит, во всей вселенной самые низкие цены. И доски. Ага. Вот такая. За 90 долларов. За 20 долларов вот такая доска покататься. Ага. Вот это вообще как-то без цены. Ну и, друзья, как частенько заканчиваются все хорошие начинания. Все это заканчивается кофейком, булочкой. Ну, я вам скажу, булочка не моя. Не моя. Да. Булочка. Значит, вот здесь хозяйка у булочки. Ха-ха, хозяйка булочка. У булочки. Я не имел в виду прямо такие солдатские комплименты. Вот, значит, ну, вот на этом наша прогулка и закончилась. Субтитры сделал DimaTorzok